Хей! Всем привет, с вами Жора и сейчас будет кое-что интересненькое. Недавно я получил очень интересный комментарий от своего подписчика и звучит он примерно так. Привет, мне 14, скоро 15. Я покрасил волосы и меня тупо некоторые оскорбляют. Кому-то пофиг, кто-то говорит прикольно. Что делать? И на этом моменте я понял, что мне нужно подробнее рассказать вам о том, что такое травля и кто такие негативные люди. Будет интересно? Поехали! Сейчас я расскажу вам на самом деле, кто такие негативные люди и далее мы рассмотрим с вами, как же реагировать на их выпадки и травлю. Негативные люди это прежде всего неуверенные в себе люди. Где-то в глубине своей души они хотят чего-то добиться, хотят преодолевать себя, хотят выступать публично, но в их окружении это не принято. Такие личности обладают стадным чувством, стадным инстинктом, ведь они понимают, ага, если я сейчас выделюсь, если я сейчас покажу людям, кто я есть на самом деле, то меня будут поливать грязью и критиковать. Кстати, сейчас расскажу один занимательный факт, который недавно прочитал в интернете. Опять же, я не знаю, насколько это правда-неправда, но мне показалось это довольно-таки правдоподобно. В общем, если человек относится к геям со всей злобой, негативом, хочет их всех убить, перестрелять, то этот человек, скорее всего, есть гей. То есть, смотрите, еще раз, люди, презирающие геев, как бы на подсознании думают, как ты смеешь выделяться, как ты смеешь показывать себя, кем ты есть на самом деле, кем ты являешься, как у тебя хватает смелости. Вот я, к примеру, из той же серии, да, вот человек про себя думает, но я не могу выделиться, я понимаю, что меня будут гнобить, а ты как выделился? Как у тебя хватило смелости? Соответственно, люди, презирающие геев, ненавидящие их, сами являются в какой-то мере геями. У меня отношение к геям такое, ну, нейтральное, я не знаю, нету такой ненависти или нету любви у меня к ним. Просто, ну, нейтральное, типа, ну, это выбор каждого человека абсолютно. Если хочешь, пожалуйста, не хочешь, не по... Ну, понятное дело, да? А те, кто с ненавистью, тот, скорее всего. Иными словами, это можно назвать завистью. А зависть рождает ненависть. Взять моего подписчика, он всего-то покрасил волосы, может, ему нравится просто другой цвет волос. За это его отдельные люди начали критиковать и поливать грязью. Чё ты покрасился, ты что, девочка? Скорее всего, я подозреваю, что те, кто его критикуют и обзывают, сами, может быть, хотели как-то выделиться, да, внешне, покрасить волосы, может быть, тоже хотели. Но они не могут, потому что они понимают, что их тоже будут поливать грязью, их тоже будут гнобить. Что же касается оскорблений, тут дела обстоят примерно так же. Для примера возьмём две девушки. Первая коммуникабельная, общительная, позитивная и все сопутствующие качества, значит, у неё есть. Но она в теле, она толстенькая. Назовём это так, ну, в теле человек. И вторая девушка злая. У неё ненависть. Она завидует. Но она красива внешне. То есть она худенькая, потянутая, может быть, спортивная фигурка. И вот что происходит. Худая девушка очень-очень-очень завидует той, что в теле. Той девушке, которая находится в теле. Почему? Потому что худая девушка хочет обладать теми же качествами. Хочет быть позитивной, хочет быть общительной. Но она замкнутая, зажатая и завистливая. Эта девушка что ищет? Худая, в полненькой. Конечно, ты свинья, ты толстуха, ты жирная, ты бегемот. И другие невинные животные. Соответственно, худенькая девушка завидует. И чтобы возвысить себя за счёт этой полненькой девушки, она начинает её обзывать. Обзывать не по характеру, как бы, да, ты там скряга, там, злая. А ты жирная, ты толстая, у тебя там волосы грязные. И другие всякие. Хочет куда девушке возвысить себя, показать, что у меня тело лучше, чем у тебя, я красивее, чем ты, а ты, блин, бегемот. Давай, иди отсюда. Вот, в чём заключается психология вот людей, кто обзывает. Они сами не уверены в себе. Скорее всего, они хотят обладать теми качествами, которые есть у людей, которых люди обзывают. Вот эти, да, которые завидуют. Вот он обзывает и хочет обладать такими же качествами, как есть у тебя. Надеюсь, понятно. Ну, а сейчас, пожалуй, будет самое интересное. Я расскажу вам о том, как нужно реагировать на подобную травлю и критику. Первое. Ни в коем случае не нужно оскорблять в ответ. Эта идея утопична с самых же первых секунд. Что ты добьёшь? Чё ты добьёшь? Давай просто подумаем. Ты жирная. Нет, ты жирная. Ты тупая. Нет, ты тупая. Очень информативный разговор, да? То есть цени своё время. Для чего оскорблять человека в ответ, если, ну, у него он при бабах, он там обиженный на жизнь. Зачем? Просто, ну, пропусти мимо ушей, реально. Какой смысл? Совет номер два. Никогда, ни в каких случаях, ни в каких ситуациях не обижайся на оскорбление. Потому что если ты обиделся, это значит, что ты принял это оскорбление на себя. Значит, что ты подписался в том, что ты тупой, то, что ты жирный, жирная. Не нужно этого делать. Не нужно обижаться. Ты должен знать, что много кать, много маш, много там петь. Типа, Петя, ты тупой. А, ну окей, типа, петь много, это ты не мне, как бы сказал. Я себя тупым не считаю. И всё. Не обижайся. Если ты обиделся, то ты расписался в том, что ты тупой. Или как тебя там обозвали. Ни в коем случае не делай этого. Не обижайся. И третий совет бомбовый. Сейчас я себе, наверное, буду чуть-чуть противоречить, но тут смысл заключается в том, что ты должен сделать из себя актёра. Этот совет я услышал от своего учителя, от своего преподавателя по ОБЖ в колледже. Это мужчина... В общем, смотри, что он мне сказал. Если тебя обзывают, если оскорбляют, ты начинаешь делать из себя актёра. Безрукова или Леонардо Ди Каприо, кто тебе нравится. Сказали, Жора, ты тупой дебил, ты очкарик, Жора. А я делаю вот так вот. Грустное лицо. Так, вот смотрю. А я не знал, что я дебил. Ты реально так думаешь, да, что я дебил? Хорошо. Анна, спасибо, что ты мне сказал. А я и не знал, что я дебил. Ладно, спасибо. И когда ты отыграл именно эту роль, когда ты типа якобы обиделся, но на самом деле ты не обиделся, человек начинает грызть себя изнутри. Ему настолько становится неприятно, что он тебя оскорбил, что он потом подходит и говорит, ну, блин, Жора, на самом деле реально я что-то вспылил, я не хотел тебя обзывать. Извини меня, пожалуйста, то есть не хотел. И реально это работает. Я так много раз уже пробовал, и реально люди ко мне подходят, кто меня обзывает, хотя минимально меня обзывают вообще. Ну, конечно, встречаются такие. Я просто играю эту роль и говорю вот так вот. А я и не знал. И всё, человек начинает думать о тебе, только о тебе начинает думать. И потом подходит, извиняется и говорит, блин, я не прав. Это реально толковая вещь. Попробуй. Друзья, спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, вы почерпнули для себя реально что-то интересное, узнали что-то новое. И если это так, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и поставьте лайки. Я очень для вас стараюсь, очень вас люблю и жажду встреч с вами уже в новом видео. Поэтому увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok